Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная звука. Сегодня 7 октября. И вот показывая томаты, которые я оставила в открытом грунте, что они прекрасно растут и плодоносят, я пообещала еще показать перец и сказать вам, что он тоже не так нежен и не так беззащитен, как нам кажется. Я вот когда здесь в открытом грунте показывала вам перцы, я сказала, что посадила преимущественно сюда всякие остатки, на которые я сильно не надеюсь на получение урожая, только хотела проэкспериментировать, насколько он выдерживает, до какой поры его можно держать, чтобы он не погиб. Вот еще все, что я говорила про томаты в том ролике, повторю снова, было уже 2 заморозка, минус 2, минус 3, по-моему. Сейчас у нас дневные очень теплые температуры, но ночные 3-4, было 2 и 1 градус продолжительно 3 или 4 дня. Но перец, на удивление мне, у него даже не подмерзли листики. Смотрите, как он хорошо выглядит. Он весь здоровый, такой зеленый. Единственное, от чего он страдает, это то, что я его уже не поливаю, потому что я уже бросила этот урожай, я спела и сняла, зеленые мне не нужны. Ну, возьму потом, если нужно будет что-то еще там сварить какую-то. Ну, вообще, мне нужно было зрелые для получения семян. Но я вот подошла через неделю после окончательного сбора урожая, который я сняла, и я удивилась, что в таких холодных... А, он страдает только от того, что я его не поливаю. Видите, немножко, как он подвялый. Перц уже очень нужен полив. Он любит влажную землю, но у нас стоит сейчас сухотень. Поливать его мне совершенно некогда, и так как я уже не рассчитываю здесь ничего получить, я его как бросила, и он у меня будет просто как укрывным материалом после того, как я посажу лук. Я его из-за чего не вырываю, чтобы он не завял, чтобы он был пышный такой, хороший. Я потом лук посажу его раз и укрою этим. Я потом расскажу, почему именно такими кустиками хорошо укрывать, а не соломой, не опилками, что удобнее. Вот когда такие скелетные кости, они, эти ветви скелетные, они такие как воздухопроницаемые, чтобы не подгнивал лук. Ну и вот, и когда я сейчас через неделю пришла, я с удивлением увидела, что он до сих пор зреет. Вот эти перчины, которые я бросила, были зеленые, они поспели. И вот эти видно тоже. Видите, у них бока желтеют, они все зреют. И сейчас дальше пройду. Я вообще спела и все срывала. Вот видите, он не совсем зрелый, но он все равно такой буренький. И таких буреньких очень много. Это значит, что я вот сама этим шокирована. Это значит, мало того, что перец может пережить минусовые заморозки на почве. Был минус 2, минус 3, еще раз повторю, уточню. Заморозки были, и неем была покрыта вся земля. Мало того, что он пережить может заморозки. Он может в таких температурах ночных 1 градус, 2 градуса, 3 градуса ночами. Каждая ночь такая. Он может еще прекрасно существовать. И мало того, что он еще может дозревать, плодоносить. Вот видите, там тоже вон красные валяются. К сожалению, вот эти вообще не вызрели. Не знаю, что с ними делать, куда их девать. Они прям рясные такие все висят. Но зеленые, как лягушата. Мне их даже употребить некуда. Но будут укрытым материалом для лука. Все. Вот это я хотела вам показать, как выглядит перец осенью и глубокой осенью. И что он не так нежен, не так беззащитен, как мы думаем. Совершенно без укрытия. Потому как, вот видите, заросший уже этот участок. Видно, что я сюда не прихожу. Никаких я процедур с ним не делаю. Не утепляю. Сам собой растет. Мало того, что он плодоносит, он еще зреет в такой температуре. Все, до свидания.